Продолжение следует... А можно вот, да, задать насчет орбитально-топологической эквивалентности? А вот мы просто на семинаре, ну вот, у нас один из вопросов возник, зачем это нужно, потому что нам, Никита, не знаю, точно или не точно, вот у нас появилась задача, и чтобы доказать, что у нас существует гомеоморфизм между двумя системами, нам пришлось сначала решить эти системы, а дальше подобрать замену. И нам Никита сказал, что, в принципе, каждый раз нужно сначала решать, а потом уже смотреть, они являются, можно ли подобрать или нельзя. И вопрос тогда такой, а зачем нам нужно вообще понимать, существует ли переход с одного состояния в другое именно через решение, если мы по конкретному, если у нас есть решение, мы можем уже понять, в принципе, все о данных решениях. Да, смотрите, на самом деле, действительно, вам что-то нужно знать про решение для того, чтобы доказать, что две системы орбитально-топологически эквивалентны. На самом деле, для нас интереснее не само понятие орбитально-топологической эквивалентности, а интересно понятие структурной устойчивости. То есть мы хотим понять, какие системы структурно устойчивы, а какие нет. И для того, чтобы вот это понятие сформулировать, нам нужно, ну, как бы, что такое понятие орбитально-топологической эквивалентности? Это понятие, которое говорит, что, грубо говоря, фазовые портреты двух дифференциальных уравнений в некотором смысле качественно совпадают, качественно похожи. Вот понятие орбитально-топологической эквивалентности – это один из способов, как вот это вот понятие качественного совпадения формализовать. То, что на практике проверять, что, значит, какие-то уравнения орбитально-топологической эквивалентности может быть не так-то просто, ну, да, бывает. Ну, на самом деле, ну, тоже в какой мере непросто. Ну, по крайней мере, там, окей, полезно знать, что, ну, если у вас есть фазовый портрет, то, конечно, если вы знаете там все уравнения, которыми этот фазовый портрет задается, то, в общем, вы можете там просто в лоб как-то пытаться доказать орбитально-топологическую эквивалентность двух систем, если вы знаете их, если вы знаете уравнение фазовых портретов. Знать решение необязательно, потому что орбитально-топологическая эквивалентность, она потому и орбитальна, что она как бы работает только с траекториями, только с орбитами, и она не работает с самим по себе решением. То есть, например, вот такие вот два уравнения, скажем, x точка равняется x, и x точка равняется, скажем, x в кубе, вот такие две системы, они имеют очень разные решения. Но с точки зрения орбитально-топологической эквивалентности это одно и то же, потому что фазовый портрет у них просто вот такие вот совпадающие. Вот, и в этом смысле все-таки совсем уж решение знать не нужно, но уравнение в фазовых кривых, может быть, знать полезно. Хотя иногда можно обойтись и без этого. Вот, но вот как-то так. Не знаю, как. Убедительно ответил или не очень? Не, ну просто все равно кажется, что это, ну это как мы обсуждали, допустим, с первым интегралом, что как бы такой метод существует, который нам помогает что-то сказать, но в принципе, чтобы его реализовать, нам нужно как бы все равно почти решить уравнение. Ну, смотрите, на самом деле… Извините, что перебил. Наверное, это больше все равно относится уже не к решению, а к классификации просто. Да, это скорее история как бы… На самом деле можно… То есть есть теоремы, которые позволяют сказать, что, например, какая-то система является структурно устойчивой, и для этого даже там необязательно ее полностью решать. Хотя, возможно, что-то про нее проверить придется, и возможно, что это будет нетривиальная задача. Ну, в целом, на самом деле, исследование дифференциальных уравнений, ну то есть вот если просто выписано, как выписано какое-то дифференциальное уравнение, да, как бы сказать про него все сложно, но в какой-то ситуации можно сказать хоть что-то. Ну, в общем, да. Скорее, я бы думал про всю эту историю, про орбитальную топологическую эквивалентность, просто как про кирпичик для того, чтобы говорить про понятие структурной устойчивости. Ну, структурная устойчивость тоже не всегда просто проверять, иногда удается, и даже не лишая уравнения полностью. В частности, иногда удается там доказать, что какие-то, естественно, образом возникающие... Например, можно доказать какого-нибудь такого типа теорему о том, что, допустим, на плоскости, если вы выберете, в некрасмысле запишите уравнение наугад, то оно с вероятностью 1 будет структурно устойчивым, если у вас есть уравнение двух переменных. Такую теорему можно доказать. То есть какие-то утверждения здесь можно сделать. Хотя действительно вы правы, что применение этих понятий к конкретным уравнениям, оно, в общем, требует... Для того, чтобы что-то сказать конкретное, требует знать довольно много информации про сами эти уравнения. Это факт про их решение. Вот. Ну, хорошо. Давайте мы сегодня еще поговорим про все эти штуки, про структурную устойчивость. Значит, у нас... Значит, в прошлый раз мы обсуждали в основном историю про структурную устойчивость на плоскости, скорее даже на прямой. Мы говорили о том, что, допустим, если у нас была какая-нибудь особая точка, то, если эта особая точка была не вырожденной, то она, скорее всего, не исчезнет, если мы его немножко пошевели. И там, по крайней мере, в окрестностях этой особой точки у вас уравнение не изменит свой топологический тип. Фазовый портет уравнений не изменит свой топологический тип. Сегодня я хочу поговорить про структурную устойчивость уравнения на плоскости и бифуркацию андронного хопфа. Значит, бифуркация означает, что у вас как раз изменился топологический тип топологический тип дифференциального уравнения, значит, бифуркация андронного хопфа. Значит, ну, прежде чем говорить про бифуркацию андронного хопфа, давайте я еще скажу пару слов, которые я не успел сказать на прошлом занятии про бифуркацию напрямую. Значит, дополнение к предыдущему занятию. Значит, я бы сказал так, локальная бифуркация напрямой. Значит, вот смотрите, мы в прошлый раз выяснили, что если у нас есть уравнение типа х-точка равняется, скажем, х-точка равняется х, оно орбитально-топологически эквивалентно своим малым возмущением. Да, то есть структурно устойчиво. Значит, я сейчас буду смотреть на то, что происходит в окрестности особой точки. Меня сейчас будет интересовать вот такая задачка, что у меня есть дифференциальное уравнение, у него есть особая точка, и я хочу понять, что происходит в окрестности особой точки. Значит, вот если у нас уравнение типа х-точка равняется х, то тогда мы понимаем, что значит, ну вот у него есть какой-нибудь фазовый портрет вот такой. И если я хочу нарисовать, допустим, вот у меня здесь будет по горизонтали х, а по вертикали х-точкой, значит, вот картинка, которую я рисовал в прошлый раз. Сейчас только у меня теперь х-точка равняется х, поэтому такая она должна быть. Значит, я понимаю, что если я эту прямую чуть-чуть пошевелю, то с особой точкой ничего не произойдет, и с фазовым портретом, в общем, тоже ничего особого не произойдет. Ладно, давайте я как-нибудь вот так пошевелю. Значит, будет у нас другая особая точка, ну, будет она где-то близко к исходной, и там ее тип не изменится, она как была вот такой вот неустойчивой, так остается неустойчивой. Вот. А в каких случаях это может нарушаться? Вот. В каких случаях может такое быть, что у вас может что-то произойти с особой точкой? Значит, в случае х-точка равняется х, такого не может быть. Например, если у нас есть какое-нибудь нелинейное уравнение, значит, в каких случаях у нас может что-то качественно поменяться, в каких нет? Значит, как вы думаете? Ну, можно, наверное, посмотреть на вот правую часть от х, ну, какую-то функцию f от х. Наверное, если она является монотонной, то мы вроде бы обсуждали на прошлом занятии, что там, если достаточно малости добавочек брать, то не может измениться. Если монотонна, то да, просто из соображения непрерывности. Значит, здесь она была маленькая, здесь она будет большой, значит, где-то посередине она пересечет горизонтальную ось. Но это правда, что не может исчезнуть, но, может быть, может произойти что-то другое. Может, например, появиться какие-нибудь особые точки вблизи. Может такое быть? Или, например, ну, хорошо, если она не монотонна, может исчезнуть особая точка? Вот была, а мы ее чуть пошевелили на наше уравнение, она взяла и исчезла. Такое бывает? Если бывает, то в каком случае? Ну, кажется, наверное, бывает. Но, допустим, вот что-то наподобие задачи, которая у нас была в Меттерме, только, наверное, надо сказать, что там не синус какой-нибудь повернутый, ну, то есть, а не х с двумя точками, а просто х с точкой равняется какому-то синусу повернутому. Если вот у нас какое-нибудь происходит касание, если мы его чуть-чуть поднимем вверх, то эта точка пропадет. Да, ключевое слово касание, значит, ну, давайте, если без синусов, что нам синусы, давайте что-нибудь попроще. Может, он тогда кубическую взять? Да, можно взять кубическую, а можно взять еще проще, можно взять квадратичную. Ну, вот на самом деле, смотрите, утверждение такое. Вот если у нас, давайте, давайте напишем, что у нас есть наше исходное уравнение, оно есть, х с точкой равняется, допустим, f от х, и тогда f от х можно разложить в ряд тылора. Значит, можно разложить. Давайте я сразу скажу, что пусть у меня f от нуля равняется нулю, в нуле особая точка. f можно разложить в ряд, то есть записать, что они в таком роде. x с точкой равняется… Значит, какое у нас будет первое слагаемое в нашем ряду? Значит, f от х равняется f от нуля плюс f штрих от нуля умножить на х плюс f2 штриха от нуля пополам умножить на х квадрат плюс и так далее. Ну, давайте запишем. Значит, f от нуля равняется нулю, поэтому мы начинаем просто с f штрих от нуля умножить на х. Ну, и давайте я напишу второе слагаемое в 2 штриха от нуля пополам умножить на х квадрат плюс… Ну, давайте я напишу маленькое от х квадрата. Значит, теперь, смотрите, у нас есть два варианта. Первый вариант. f штрих в нуле не ноль. Что тогда? Значит, может ли тогда что-то произойти с нашей особой точкой? Может появиться в х квадрате? Сейчас. Значит, у меня f штрих от нуля не ноль. И я рассматриваю как бы маленькую окрестность нуля. Вот то, что происходит вне моей маленькой окрестностей, меня не интересует. Ну, можно, наверное, сказать так, что вот если у нас f штрих от нуля не ноль, то у нас вот эта штука f штрих от нуля на х, точнее, х квадрат – это будет о малой от х, и поэтому оно не будет сильно влиять на поведение нашей кривой вокруг вот этой точки ноля. Да, ну, для начала понятно, что можно взять маленькую окрестностей действительно так, чтобы… Ну, во-первых, мы точно знаем, что если вот это верно, то это означает, что просто в окрестности точки ноль наша правая часть обязательно там либо возрастает, либо убывает. Ну, вот давайте для определенности скажем, что эта штука больше нуля. Значит, мы точно знаем, что наша кривая как-то возрастает. Ну, и более того, ну, там, давайте считать, что у меня все функции достаточно гладкие. Давайте считать, что у меня… Значит, сейчас считаем, что f достаточно гладкая. Это означает, что можно считать, что у нее… Все производные, какие мы хотим, непрерывны. Вот. Смотрите, значит, если f' от нуля больше нуля, то что это означает? Это означает, что он и на какой-то окрестности больше нуля. А это означает, что если мы рассматриваем маленькое возмущение, то тогда у этого маленького возмущения производная тоже должна быть положительной, потому что мы договорились, что мы производные будем менять тоже не сильно. Поэтому в маленькой окрестности ничего с нашей особой точкой не произойдет. Она у нас может чуть-чуть сдвинуться, но, во-первых, она будет одна, а во-вторых, у нас по-прежнему… Значит, она сохранится и новых не появится. f' от x больше нуля в окрестности нуля по непрерывности производной. Но тогда, если мы рассматриваем уравнение x-точка равняется f от x плюс какое-то возмущение w от x, значит, если, допустим, производная w под x меньше, чем, скажем, минимум модуля f'… Это лучше, да, минимум модуля f' от x, где x принадлежит, ну, там, какому-нибудь отрезочку, содержащему 0, минус delta delta. Если вот такое условие потребовать, то тогда мы точно знаем, что f от x плюс w от x' тоже будет больше нуля, следовательно, тоже существует одиннадцатая особая точка. И дальше понятно просто то, что мы получаем структурно-устойчивую штуку, что у нас никаких бифуркаций не происходит, никак особой точки. Все траектории устроены очень просто. Это одна траектория, которая там стремится к особой точке или, наоборот, убегает от особой точки, сама особая точка и другая траектория вот такая. Понятно, что все такие системы, а не орбитально-топологически эквивалентны друг к другу. Вот. Значит, вот в этом случае мы видим, что наша система структурно-устойчива. Согласны? Вот. А дальше возникает вопрос. Окей, это означает, что самое простое условие, которое можно наложить, чтобы, по крайней мере, ожидать нарушения структурной устойчивости. Это потребует, чтобы первая производная равнялась бы нулю. И действительно, значит, второй случай у нас есть. f' в нуле равняется нулю. И тогда можно рассмотреть, опять же, разные системы. Ну, то есть наша система, наше уравнение превращается в такое. x точка равняется f' в нуле пополам на x квадрат плюс u маленькая от x квадрата. И что это такое? Ну, если теперь f' от нуля, а не ноль, то это какая-то штука, которая похожа на параболу. Значит, из-за того, что у нас первая производная обнулилась, у нас в точке ноль происходит касание с горизонталью. И дальше эта штука становится очень похожа на параболу. Ну, понятно, что за счет вот этого слоганого она может быть немножко искаженная. Но, тем не менее, самое главное, что вот здесь, вблизи нуля, она касается горизонтальной прямой. И если мы будем смотреть на нее все ближе и ближе, она будет все более и более похожа на параболу. Значит, опять же, это картинка зависимости x с точкой от x. Вопрос. Как теперь малым возмущением изменить топологию фазового портрета? Значит, топология фазового портрета у нас сейчас устроена так. Само себе фазовый портрет у нас устроен так. Это вот у меня есть траектория, которая идет вот так вот. Здесь особая точка и траектория, которая идет вот так вот. Это так называемая полуустойчивая особая точка. Она с одной стороны выглядит как устойчивая, а с другой стороны она выглядит как неустойчивая. Значит, вопрос. Можем ли мы сделать эту систему орбитально-топологически неэквивалентной и исходной, если мы ее мало возмутим? Если да, то как? Ну, мы можем, наверное, просто банально добавить какую-то константу в наше уравнение. Конечно. Либо вверх, либо вниз. И там, наверное, без разницы, что добавлять, или больше нуля, или меньше нуля, оно изменит свой тип. Да, значит, можно добавить константу положительную, можно добавить константу отрицательную. Значит, если я добавляю константу положительную, я сдвигаю мою параболку вверх, и у меня возникает просто одна фазовая кривая, которая просто проходит слева направо. Если я добавляю отрицательную параболку, если я добавляю отрицательную константу, то у меня возникают две особые точки, вот такие вот. И, соответственно, устроены они теперь вот так. Здесь мы движемся вправо, тут влево, тут снова вправо. Соответственно, за счет того, что мы эту параболу так можем двигать вверх-вниз, это будет маленькое возмущение. Ну, то есть, сколько угодно маленькое С я могу прибавить или вычесть, и все равно у меня фазовый портрет изменится. Здесь была особая точка, здесь нет особой точки. И тут то же самое происходит. Ну, то есть, не то же самое, но тоже меняется. Соответственно, вот когда у нас происходит такая ситуация, что у нас есть какое-то семейство, допустим, систем, допустим, вот у нас есть вот такое вот уравнение, вы, собственно говоря, кусочек этого уравнения должны были на семинаре разбирать, не знаю, успели или нет. Значит, вот такое семейство наших уравнений. Говорят, что вот в этом семействе происходит бифуркация в тот момент, то есть при том значении параметра С, когда у вас меняется орбитальный топологический тип. При С, при С неравном нулю систему структурно устойчива, при С равном нулю не является устойчивой, и, как говорят, происходит бифуркация. Вот. И это, в общем, самая типичная бифуркация, которая может происходить в системах на плоскости, не на плоскости, а на прямой, в системах с одним параметром. То есть, грубо говоря, это означает следующее, что вот представьте себе, что у вас есть какое-то дифференциальное уравнение в односеномерном фазном пространстве. И вы, у вас есть какой-то параметр, с помощью которого вы это дифференциальное уравнение можете подкручивать туда-сюда. Значит, вот то, что мы сейчас разобрали, говорит, что единственное, что у вас на самом деле может происходить, но в таком типичном случае, это ситуация, когда у вас вот была особая точка, она становится, ну, как бы, вы подкручиваете чуть-чуть параметры, у вас особая точка исчезает. То есть, как бы, понятно, что на практике вы это увидите, скорее всего, так, что вот у вас есть траектория, она вот тут вот движется, 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 движется. Здесь она, по сединке, она будет двигаться довольно медленно, но, в конце концов, она все равно проскочит. А вот на этой картинке она двигалась, 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 все медленнее, 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 и никогда не могла проскочить через вот эту точку. И это как бы от качественно разное поведение системы. Более-менее понятно, что это более-менее единственное, что может происходить на прямой, если рассматривать типичный случай. Но это, на самом деле, неправда, что это совсем единственное, что может происходить на прямой. Давайте еще одну бифуркацию покажу. Представьте себе, что у меня просто есть какое-то дифференциальное уравнение. Я могу нарисовать его правую часть. Понятно, что если я буду просто как-то его модифицировать, то будет происходить примерно следующее. Вот она, допустим, будет как-то меняться. И перестройки фазового портрета будут происходить в тот момент, когда у нас какая-то из... Что может произойти? Может произойти либо вот такое касание, например. Либо, наоборот, у вас может... Ну, собственно говоря, я сделал такое касание, а потом я стал дальше как-то это модифицировать. И вот у меня, например, вот здесь вот не было особой точки, а потом она взяла и появилась. А потом она тут же распалась на две, на устойчиво и неустойчиво. Или, например, вот здесь вот была устойчивая и неустойчивая особая точка. А дальше, если я буду дальше это тоже как-то модифицировать, например, вот так вот, то она может опять же превратиться в такую полустойчивую особую точку, а потом исчезнуть. Ну, вот это такой самый типичный сценарий того, что может происходить напрямую. Хотя не единственно возможный. Пример еще один такой. Значит, если у вас есть уравнение, x точка равняется x куб. Вот что здесь, что с таким уравнением может произойти? Мы уже выяснили, что особая точка не может исчезнуть. Но что может случиться с ней? Ну, там может появиться, во-первых, несколько. Да. Вот это на самом деле важно. Значит, вот это вот принципиально отличает уравнение типа x точка равняется x куб от уравнения типа x точка равняется x. Дело в том, что уравнение x точка равняется x куб, вот здесь вот за счет появления вот здесь вот касания, мы можем маленьким возмущением добиться того, что здесь появятся новые особые точки. Причем c1 маленьким возмущением. Если бы у нас было бы здесь, если бы касания тут не было, то, как мы обсуждали выше, мы не можем добиться появления новых особых точек. А здесь можем. Кстати, как? Мы можем какой-то x или x квадрат добавить. Да. Значит, можно сделать что-то в таком роде. Вот у вас есть x точка равняется x куб. И давайте мы добавим, например, давайте мы добавим минус cx, вот такую штуку. Значит, ну вот это вот минус cx, по крайней мере, в окрестности нуля, это какая-то маленькая штука. И производная у нее тоже маленькая. Я сейчас буду рассматривать только окрестность нуля. И тогда вот это cx, если c маленькая, будет маленьким, и наша возмущенная система будет вести себя так. Ну, что такое x в кубе минус cx? Это вот такая штука. x на x квадрат минус c. Или x, x минус c, x плюс c. У нее три корня. При положительных c. Значит, будет какая-то вот такая вот картинка. Значит, вот у нас один корень, вот другой корень, вот третий корень. Тоже ситуация, когда меняется фазовый портрет. Вот. Ну вот это вот то, что теоретически может происходить напрямую. Понятно, что можно рассматривать, как говорят, вырождение большего, более высокого типа. Вот такая штука в некотором смысле более вырожденная, более редкая. Чем вот такая штука. Потому что для того, чтобы уравнение имело бы вот такой вид, нам нужно запретить... Нам нужно потребовать, чтобы первая производная равнялась бы нулю, и вторая производная тоже равнялась бы нулю. То есть наложить два ограничения. А чтобы получить вот такое вот обычное касание, нам достаточно наложить одно ограничение. Поэтому вот такая штука более редкая, чем просто обычное касание. Вот. Ну ладно, это все была история про примору. Давайте поговорим о том, что может происходить на плоскости. Ну, во-первых, может происходить то же самое, что напрямую, в том смысле, что вот можно было бы записать уравнение такого типа. То есть, допустим, х точка равняется х квадрат плюс с, а у точка равняется, допустим, у. Ну, это просто означает, что у нас по оси у, например, все притягивается к нулю, а по оси х происходит вот такого же типа бифуркация, как было описано вот здесь. Вот. Но это не самое интересное, что может происходить. То есть это как бы такое расширение того, что происходит напрямую, просто на плоскость. Значит, может происходить что-то новое. Вот про это новое я сейчас хотел как раз рассказать. Давайте рассмотрим такое семейство. Значит, давайте рассмотрим семейство уравнений. Давайте сначала я начну с простого, с линейного семейства уравнений, значит, которое устроено так. Х точка равняется… Давайте я сразу ее в матричной форме запишу. Значит, здесь у нас будет… допустим, эпсилон здесь будет минус один, и здесь будет тоже эпсилон. Вопрос. Как выглядят фазовые портреты этого уравнения в зависимости от значения эпсилон? Можно попробовать? Давайте. Ну, если мы вспомним, что вот такой вид у нас дает на комплексной плоскости, ну, точнее, если рассмотрим эту систему как комплексную, мы знаем, что у нас эпсилон – это, грубо говоря, А в формулах, а эта штука, она отвечает за растяжение. Вот. Ну, то есть понятно, что если, допустим, А больше… ой, эпсилон больше нуля, то со временем мы крутимся и мы растягиваемся в… ну, точнее, в плюс бесконечность. Если у нас эпсилон равно нулю, то это у нас замкнутые какие-то… ну, здесь окружности вроде получится. Ну, а если, получается, эпсилон меньше нуля, то мы сходимся… ну, как бы фокус с направлением в центр. Да, действительно. Значит, это соответствует уравнению вот такому, как я написал. Здесь точка равняется эпсилон минус и z. И фазовые портреты такие. При эпсилон равном нулю – это в точности фазовый портрет, который мы много раз рисовали, просто состоящий из окружностей. Значит, я сейчас единичку поставил, кажется, не там, где обычно ставлю в этом контексте, но это неважно. Значит, мы сейчас будем крутиться, кажется, по часовой стрелке. Да, это у меня получилось все равно, что уравнение осциллятора. Значит, будем крутиться вот так. Значит, если эпсилон положительный, то там возникает положительная вещественная часть у нашего уравнения, и получается вот такая штука. И если эпсилон отрицательный, то получается наоборот вот такая штука. Соответственно, если представить себе, что вот я меняю значение эпсилона и перехожу отсюда сюда, то что будет происходить? Значит, у меня вот эти вот спирали, они будут становиться все более и более, как бы, со все более и более маленьким шагом. И при эпсилон равном нулю у меня эти спирали просто замкнутся в окружности, а потом при эпсилон положительном они начнут раскручиваться. Сначала медленно, а потом при увеличении эпсилона будет раскручиваться все быстрее и быстрее. Вот. Но это то, как ведет себя линейное уравнение. И, ну, хорошо, давайте просто посмотрим на эту систему с точки зрения тех понятий, которые мы обсуждали. Значит, при каких значениях эпсилон меняется топологический тип фазового портрета? Ну, при эпсилон больше, ой, равно ноль. Да, только при эпсилон равно ноль он меняется, потому что, ну, вот здесь вот топологически неважно, с какой скоростью вы закручиваетесь в ноль, все такие, на самом деле, все такие фазовые портреты, они орбитально топологически эквивалентны друг к другу. Более того, даже если вы не закручиваетесь, а просто приближаетесь к нулю, то это тоже орбитально топологически эквивалентные штуки. Кажется, на семинаре была задачка на эту тему, но у меня в конспекте есть по этому поводу иллюстрация, давайте попробую ее показать. Я на нее потратил, кажется, неделю какого-то лета, и, по-моему, она получилась миленькой. Так, значит, где-то это было. Вот она. Значит, собственно говоря, утверждение состоит в том, что два фазовых портрета, которые здесь изображены, они, на самом деле, орбитально топологически эквивалентны друг к другу. Хотя так, поначалу кажется, что это совсем разные уравнения, потому что, ну вот, в одном случае спирали, и в другом случае просто прямые. Но, на самом деле, можно представить себе такой гомеоморфизм, который, как бы, эти спирали раскручивают так, чтобы они стали прямыми. Ну вот, на этой картинке показано, как этот гомеоморфизм действует на разные точки. Вот, например, на точке, которая находится далеко, вот, допустим, вот на эту окружность. Этот гомеоморфизм действует очень маленьким поворотом. Ну вот, видно, что у меня эта гайка, она чуть-чуть повернулась. Если я ее приближаю к центру, то эта гайка начинает поворачиваться сильнее. Если у меня еще ближе к центру, гайка поворачивается еще сильнее. Вот. В результате у меня мои спирали переходят в прямые или наоборот. Но при этом заметьте, что, как бы, вот, скорость вращения этой гайки под действием нашего отображения, она, как бы, все быстрее и быстрее. По мере того, как мы эту гайку приближаем к началу координат. Но, тем не менее, ну, как бы, что это означает? То есть мы эту, мы каждую окружность, наше отображение, наш гомеоморфизм, он каждую окружность поворачивает на свой угол. И этот угол, он стремится к бесконечности по мере приближения к началу координат. Почему же тогда это все равно гомеоморфизм? Почему у нас нет никакого нарушения непрерывности? Ну, дело в том, что, несмотря на то, что это... Несмотря на то, что, как бы, угол становится все больше и больше, все равно у вас близкие точки остаются близкими. В частности, близкие точки на одной и той же окружности, они просто вообще не меняют расстояние, расстояние между ними не меняется. Близкие точки на разных окружностях остаются близкими, но просто потому что близкие окружности поворачиваются на близкие углы. Единственное, где у нас возникает проблема, это вблизи нуля. Но вблизи нуля у вас сами по себе окружности маленькие, и поэтому там близкие точки, они так и остаются близкими, потому что они остаются в этой маленькой окрестности нуля. В общем, можно аккуратно доказать, что это действительно гомиоморфизм, что он гомиоморфизм во всех точках, включая точку 0. Ну, в частности, ровно потому, что любая точка близка к точке 0 остается близка к точке 0. И тем не менее, он вот так довольно существенно меняет картинку. Соответственно, легко поверить в то, что вот эти вот спиральки тоже друг к другу. Значит, вот эта спиралька орбитально-топологически эквивалентна похожим спираликам, но только с другим эпсилоном, с другой скоростью наматывания. А вот скажите, а вот такая штука эквивалентна вот такой штуке? Я писал, он меньше 0, эквивалентный, я писал, он больше 0. И там, и там спирали. Являются ли эквивалентны вот эти вот картинки? Ну, кажется, наверное, да, потому что мы же можем сделать какую-то замену, чтобы у нас время шло в обратном времени. А вот этого как раз мы не можем. Когда речь идет про орбитально-топологическую эквивалентность, важно то, что мы сохраняем стрелочки на кривых. Что у нас направление движения по кривым должно сохраняться под действием нашего отображения. И как раз обратить время мы как раз не можем. В частности, мы не можем изменить тип устойчивости особой точки. Вот здесь особая точка была устойчивой, к ней все траектории стремились. А здесь, наоборот, неустойчивой. Все траектории от нее убегают. Этого мы тоже не можем поменять при вот этих всех наших орбитально-топологических эквивалентностях. То есть это будут разные топологические типы. Как раз мы очень хотим сохранять информацию про устойчивость особых точек. Но это важная с качественной точки зрения информация. И мы ее как раз и сохраняем. То есть у нас нет такого вот... Мы не можем так согнуть нашу плоскость так, чтобы из вот такой картинки сделать такую картинку. с сохранением направлений движения. Ну, получается, можно воспользоваться. Мы там на семинаре доказывали, что если точка была устойчива по липунолу, то она останется устойчива по липунолу. Можно, да. В любом случае, они разные устойчивости. Конечно, да. Вот. Но это то, что происходит в линейных системе. То есть мы сейчас и обсудили. Но суть состоит в том, что линейных систем не бывает. С одной стороны, это то, что мы активнее всего исследуем. Но мы это активнее всего исследуем, потому что мы в какой-то мере как товарищ из анекдота, который потерял ключи и искал их под фонарем. Несмотря на то, что он потерял их в другом месте, искал он их именно под фонарем, потому что под фонарем светлее и искать проще. Вот в истории с изучением всяких функций математики ведут себя примерно как этот товарищ, а именно они изучают то, что изучается. Но некоторое чудо состоит в том, что изучение этих самых линейных систем дает нам довольно много информации, в том числе и про нелинейные системы. Но не всю. И в частности, можно ожидать, что в природе ничего линейного не бывает, потому что это как-то очень сильное ограничение. Ну, опять же, можно считать, что в природе бывают абы какие функции, их можно раскладывать в ряд Taylor, и тогда условия линейности – это условия о том, что все члены ряда Taylor, кроме первого, зануляются. Это очень ограничительные условия. Поэтому интересно понять, что произойдет с вот этой картинкой, с этим сценарием, если мы будем рассматривать не вот это линейное семейство, а если мы будем рассматривать некоторый его нелинейный аналог, какой-то типичный нелинейный аналог. Давайте сейчас рассмотрим некоторое конкретное нелинейное семейство, а именно семейство вот такое. Значит, у него будет точно такая же линейная часть, как здесь, а нелинейная часть устроена так. Значит, тут нужно действовать аккуратно на x, y плюс… Давайте я напишу так, тоже x, y – вектор, который нужно умножить на число, которое называется… Значит, c на x квадрат плюс y квадрат, и тоже на x, y. Значит, вот такая штука. Вот это нелинейные слагаемые. Видно, что здесь все степени больше единицы, даже больше двойки. Вот. Давайте посмотрим, как выглядят фазовые портреты вот таких вот уравнений. Значит, ну, здесь нам, на самом деле, для того, чтобы эти фазовые портреты построить, нам будет полезно перейти в полярные координаты. Я даже сейчас переведу не в полярные координаты, а в такие псевдополярные координаты. Мне будет чуть проще считать. Если я создаю такую координату, которая называется ρ, которая будет квадратом полярного радиуса. Это будет просто x квадрат плюс y квадрат. Вот. Ну и давайте найдем, чему равняется ρ с точкой для этой системы. Значит, давайте посмотрим. 2x на x с точкой плюс 2y на y с точкой. Просто дифференцируем. И теперь что мне нужно сделать? 2x умножить на x с точкой. x с точкой – это у нас кто такой? Это у нас εx плюс y плюс c. x квадрат плюс y квадрат умножить на x. Плюс 2y. Здесь у нас что будет? Значит, минус x плюс εy плюс c х квадрат плюс y квадрат умножить на y. Так, давайте мы все это упростим. Значит, можно сразу двойку вынести за скобку. Чего там остается? εx квадрат плюс x y. Давайте я сразу напишу. Минус x y плюс εy квадрат. Значит, это у меня были вот эти слагаемые. Теперь это вот эти слагаемые. и теперь остается плюс c х квадрат плюс y квадрат умножить на x квадрат плюс y квадрат. Значит, у меня вот x с x здесь умножается, остается x квадрат умножить на вот эту штуку. Получается вот эта штука. И то же самое с y происходит. Значит, теперь вот эти x и y радостно сокращаются, и остается такая штука. 2 ε x квадрат плюс y квадрат плюс c x квадрат плюс y квадрат в квадрате. Значит, остается 2 ρ ε плюс циро. Похожий на правду. Ну, вроде похоже. Ну, вроде похоже. ну благодаря тому что это уравнение правильным образом подобрана нам удалось избавиться здесь от этих x y и сделать так что у нас ро выражается снова через ро и это уравнение можно рассматривать отдельно она задает нам как бы динамика на нем задает нам то как будет происходить приближение или удаление к началу карнат или от начала координат вот на самом деле если мы хотим именно полярные карната то нужно ввести еще одну кардинату тета которая будет что-нибудь типа арктангенса там y деленное на x вот я честно говоря не очень хочу сейчас считать эту с точкой давайте оставлю это как упражнение докажите что то это с . здесь будет равняться минус единиц на самом деле в это легко поверить потому что вот это вот линейная часть она нам дает как раз вращение с постоянной угловой скоростью за счет того что она здесь вот эта вот штука это как бы и вот эта вот часть она никак на это вращение не влияет потому что вот это даболочка она она действует в направлении x y то есть она действует в направлении вот направлении радиусам в отделе направлении и на скорость вращения но никак вообще не повлияет вот но формально можно часто продеференцировать от оргтангенс делать какое-то упражнение доказать что действительно это с точкой равняться минус единиц вот то есть Это означает, что наша динамика будет устроена так. У нас радиус меняется в соответствии с этим уравнением, и плюс еще происходит вращение с постоянной угловой скоростью. Давайте теперь изучать это уравнение. Что про него можно сказать? У нас, возможно, разные варианты. Давайте сначала рассмотрим вариант, скажем, c, например. Что я хочу? Начнем с варианта c меньше 0. Я сейчас делаю такую вещь. Сейчас зафиксирую c, а потом как бы буду менять ε. Давайте рассмотрим случай, когда c меньше 0. Что у нас в этом случае будет происходить? Давайте посмотрим. Усторт на уравнение 1. Равняется 2 ρ ε плюс c ρ. И, опять же, давайте рассмотрим три случая. ε равняется 0, ε... Сейчас, давайте лучше так. ε меньше 0, ε равняется 0, ε больше 0. Значит, допустим, ε меньше 0, и c тоже меньше 0. Как выглядит график... Вот такой вот x с точкой. Точнее, не x с точкой, а у меня будет aurora с точкой. Как выглядит этот график? Значит, во-первых, это парабола. Значит, я сказал, что у меня c меньше 0. Это означает, что эта пара была направлена ветвями куда? Вниз. Вниз. Так. Хорошо. И какие у нее корни есть? У меня 0 корень и минус c делить на e. Да. Сейчас, значит, у меня сейчас c отрицательный, y отрицательный. Нет, давайте лучше считать, что я начну вот с такого слушаться, слушаться больше. Или нет? Ладно. Пусть как было, так и есть. Значит, у нас есть один корень 0. А второй корень – это, значит, ε плюс c ρ должно равняться 0. Значит, ρ равняется минус c деленное на ε. Значит, если c отрицательный, и ε отрицательный, значит, c деленное на ε положительное. Значит, минус c деленное на ε отрицательное. По идее, здесь должен быть корень вот здесь где-то, да? Отрицательный. И, по идее, картинка должна была бы выглядеть как-нибудь вот так. Такая параболка. Но я рисую от нее только вот этот кусочек, потому что у нас, ну, у нас по смыслу ρ – это x квадрат плюс y квадрат, поэтому ρ больше нуля, ну, больше либо равен нулю. Поэтому вот эта часть картинки не имеет никакого смысла. Значит, важна только та часть картинки, которая лежит в области… ой, в области ρ больше нуля, вот эта часть картинки. Значит, как устроен фазовый портрет в этом случае? Вот для такой картинки. Фазовый портрет для начала для ρ. Как устроена динамика по ρ? Что будет происходить с ρ, если ρ подчиняется такому уравнению? Ну, у нас получается, если мы попадаем в какую-то точку правее, чем ноль, то мы, получается, убываем. Да. Значит, у нас просто правая часть нашего уравнения всегда неположительна. Значит, и на самом деле, единственная точка, в которой она обнуляется, это как раз ноль, и это будет особая точка. Отрицательная часть картинки нас не интересует, там не происходит ничего, потому что ρ не бывает отрицательным. Значит, происходит только вот такое вот движение к нулю. Хорошо, давайте теперь посмотрим, что происходит в случае, когда y равен нулю. Значит, как в этом случае выглядит наша парабола? Ну, наша парабола просто у нее вершина в точке ноль, получается. Да, и как устроена динамика? Тоже ветвями вниз. Ветвями вниз — это правда, да, но она всегда будет сейчас ветвями вниз для такого c. А динамика как устроена? Ну, мы, получается, тоже находимся где-то по ρ, допустим, правее, чем ноль, и движемся влево до особой точки. В общем, примерно точно так же. Та же самая история. Движемся вот так, параболка устроена вот так. И есть особая точка в нуле. Вот, хорошо. А теперь другой спот, другой случай, когда ε больше нуля, самый интересный. Значит, у нас по-прежнему есть корень задаваемой вот этой формулой. Только теперь из-за того, что c и ε имеют разные знаки, минус, разделенный на ε, положительно. И поэтому у нас возникают два корня. А параболка выглядит вот так. И динамика устроена таким образом. Значит, там, где параболка проходит выше нуля, мы движемся вправо. Там, где она проходит ниже нуля, мы движемся влево. Вот. Ну, это то, как у нас устроена динамика по ρ. Теперь давайте построим, глядя на эту, глядя на эти картинки, давайте построим динамику уже на полнофазовом портрете. Давайте я освобожу себе место. Значит, это корень. Значит, вот у нас есть ноль. Что будет происходить здесь? Если мы будем крутиться по часовой стрелке, и при этом радиус или квадрат радиуса будет постепенно уменьшаться, стремиться к нулю. Значит, фазовые кривые выглядят как спирали. Ну, в общем, примерно то же самое, что было в линейном случае. Тут тоже были спирали. Давайте теперь посмотрим, что происходит при ε на равном нулю. Значит, как выглядят фазовые кривые при ε на равном нулю. Да, точно так же. Значит, видно, что это тоже спирали, только они гораздо более медленно приближаются к нулю. Ну, на самом деле, если попробовать это реально нарисовать на компьютере, то будет ощущение, что у вас в какой-то момент просто траектория начинает заметать целую полосу, и такое ощущение, что она никогда не приблизится к нулю. Но мы-то понимаем, что просто из уравнения явно следует, что она будет стремиться к нулю просто очень долго. Вот. Возникает вот такая штука. Это называется медленный фокус. Причем, заметьте, что при ε на равном нулю у нас линейная часть этой системы – это центр. При ε на равном нулю – это линейная часть, и эта линейная часть – типа центр. Это как раз то, что я вам говорил, что когда мы возмущаем центр, мы можем получить какой-нибудь вот такой вот медленный фокус. Действительно можем. Вот я даже явную формулу привел. Но самое интересное, что происходит вот в этом случае. У нас есть какая-то ρ, к которой мы стремимся. Снаружи мы стремимся к ней, а изнутри мы тоже к ней стремимся. Да, вот эта самая ρ, которая минус c деленная на ε, значит, она будет соответствовать действительно. Вот что означает, что здесь у нас по ρ особая точка? Это означает, что если мы стартовали с этим радиусом, с этим квадратом радиуса, то мы с этим же квадратом радиуса будем оставаться. Ну, значит, и просто с радиусом будем оставаться таким же. Это означает, что у нас здесь возникает замкнутая траектория. Причем это необычная замкнутая траектория, Она необычна в том смысле, что мы с такими раньше не сталкивались. Раньше у нас были системы с замкнутыми траекториями, но тогда у нас возникала ситуация, что все траектории замкнуты, или по крайней мере семейственные траектории замкнуты. При обсуждении интегрируемых уравнений, уравнений, у которых был первый интеграл у консервативных систем, там такие ситуации были. А здесь у нас замкнутая траектория, но она не просто замкнутая, а изнутри все остальные траектории к ней притягиваются, на нее как бы наматываются вот так, а снаружи тоже притягиваются, вот как-то вот так вот она ведет себя. Вот. Это явление, которое нам раньше не встречалось, потому что оно не встречается в линейных системах, но тем не менее это важная штука. Значит, вот та штука, которая, кстати, получилась, она называется предельным циклом. Значит, штука предельный цикл. Ну, это такая замкнутая кривая, к которой близкие кривые либо приближаются либо в прямом времени, либо в обратном времени. В данном случае фазовые кривые приближаются в прямом времени, это устойчивый предельный цикл. Значит, давайте немножко посмотрим на эту картинку и поговорим вообще про динамику, которая с этим связана. Что означает, что у нас есть вот такой предельный цикл? Значит, представьте себе, что я выбрал просто случайным образом точку на… здесь каким-то случайным образом выбрал начальное условие. Что будет происходить дальше с моей траекторией? Но если я из этой точки выписал траекторию, откуда бы я ни стартовал, если я не стартую исключительно вот из этого нуля, откуда бы я ни стартовал, с траекторией будет происходить все примерно одно и то же, вне зависимости от того, что именно было в начальном условии. А именно через какое-то время траектория приблизится к вот этой вот замкнутой траектории, к предельному циклу, и дальше будет крутиться вблизи этого предельного цикла. И, в общем, отличить ее от предельного цикла будет довольно сложно. Это, на самом деле, явление, которое очень важно, это такое явление автоколебаний. Ну, вот, например, все это стало дико актуальным, популярным где-то… Ну, в общем, в тот момент, когда люди начали активно изучать всякие радиотехнические штуки. И, ну, там, если вам нужно, например, построить радиоприемник, то вам обязательно нужно, чтобы в нем возникали вот такие вот системы, которые автоматически начинают колебаться с какой-то определенной частотой. Ну, или другой пример, тоже важный для практики, это вот обычные часы с маятником. Это тоже пример системы, которая должна колебаться с определенной частотой. И при этом эта частота должна не зависеть от того, как вы ее, как бы, что вот вы ее запускаете, и вам более-менее не важно, как вы ее запустили. Допустим, вот представьте себе, что у вас часы с маятником. Не знаю, кто-нибудь видел какие-то часы с маятником? Или это сейчас уже только в музее можно увидеть? Я еще видел. Можно у Андрея Бензина, мне кажется, спросить. За что? Можно у Бензина спросить, он, да, мне кажется, экспонат. Ага, угу. Вот. Ну, вот, суть в том, что если у вас часы, например, не идут, то вы можете, но при этом они заведены, то вы можете этот маятник, как бы, по нему его отвести, отпустить, и после этого часы начинают идти. Это как раз связано с тем, что у вас система, которая похожа на вот такую, ну, она чуть сложнее, чем то, что я здесь нарисовал, потому что у меня есть еще трение. Вот. Но она похожа на то, что здесь нарисовано. У нее есть, как бы, положение равновесия вот здесь, вот, в котором оно может находиться. Но оно не совсем такое, как тут нарисовано, потому что здесь нарисовано неустойчивое, а там тоже устойчивое положение равновесия. И есть вот такой предельный цикл. И вам не важно, так сказать, вы сначала этот маятник пнули чуть-чуть или вы его пнули сильно. У вас была начальная амплитуда большая или маленькая. Важно то, что вы попали в область, вы попали в область протяжения вот этого предельного цикла. После того, как вы в нее попали, дальше система просто естественным образом действуя, начинает к этому предельному циклу притягиваться, и дальше уже траектория происходит именно вдоль этого предельного цикла. И, таким образом, предельный цикл – это такой новый и не встречавшийся нам ранее тип предельного поведения дифференциальных уравнений. До сих пор единственное предельное поведение дифференциальных уравнений, с которым мы сталкивались, это просто стремление к положению равновесия. Ну, окей, еще система может уйти там на бесконечное и законечное время, но это, как правило, не имеет никакого физического смысла, а вот стремление к особой точке имеет физический смысл. Оказывается, что, возможно, другой тип предельного поведения, а именно стремление к такому периодическому поведению, как, например, происходит в часах с маятником или в радиоприемнике. Вот. Ну, это в целом история про предельные циклы. Вот этот вот сюжет, он показывает, как этот предельный цикл может появиться. То есть, вот, опять же, вы подкручивали как-то параметры вашего дифференциального уравнения, у вас не было предельного цикла, а были какие-то вот такие вот затухающие колебания. А потом вы докрутили, и получился вот такой предельный цикл. Он как бы, у вас колебания задухали все медленнее, 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 а потом появился предельный цикл. Другой способ думать про вот эту вот серию картинок такой. Она отвечает на вопрос о том, как особые точки на плоскости могут менять свою устойчивость. Значит, вот здесь у нас была устойчивая особая точка, а здесь уже неустойчивая. И вот эта вот картинка, она показывает, как именно эта устойчивость поменялась. Оказывается, что особая точка вот такого типа не может просто так взять и перестать быть устойчивой. Она должна эту устойчивость кому-то отдать. И конкретно на плоскости, единственное, как кому она может эту устойчивость отдать, в таком типичном случае, это породить рядом с собой устойчивый предельный цикл. Ну вот, собственно говоря, то, что я сейчас нарисовал, называется бифуркация андронного хопфа. Можно рассмотреть другой сюжет, другой случай, который мы сейчас не рассмотрели, а именно случай с больше нуля. Давайте мы на него тоже посмотрим. Значит, в чем будет отличие, в случае с больше нуля. Значит, опять же, можно построить таких графиков. Значит, здесь ро, здесь ро с точкой. Вот, значит, как будет картинка здесь нарисована? Ну, давайте сначала в случае epsilon меньше нуля. Давайте, окей, давайте с другой стороны пойдем. Давайте пойдем сначала в случае epsilon больше нуля. Это будет соответствовать… значит, картинка будет такая же, как вот эта, потому что, опять же, вторая особая точка, которая не ноль, будет лежать в области отрицательных ро. Но теперь у нас, наоборот, это парабола с ветвями вверх. Вот она будет выглядеть вот так. Здесь у нас будет просто вот такая парабола с таким касанием. Здесь у нас будет вот такая вот штука. И фазовая кривая устроена так. Здесь все уходит от нуля. Тут тоже все уходит от нуля. А тут все уходит вот так вот и вот так вот. Вот, вот какая-то такая история здесь получается. Посмотрим на соответствующие картинки. Значит, теперь у нас будут раскручивающиеся спирали. Значит, вот здесь вот такие. Здесь такого же типа, только помедленнее. А вот здесь, опять же, возникает предельный цикл. Только теперь это предельный цикл, который является неустойчивым. С него траектории скручиваются и дальше стремятся либо к нулю, либо уходят куда-то за пределы окрестностей нуля. Вот какая-то такая картинка. Картинки, на самом деле, очень похожи. Но если смотреть с практической точки зрения и думать об изменении устойчивости особой точки, то можно сказать, что эти устойчивости, что это изменение устойчивости, именно потеря устойчивости, происходит по разным сценариям. Значит, вот здесь у нас особая точка была устойчивой, а потом она стала неустойчивой и передала свою устойчивость к какому-то предельному циклу. То есть как это виделось снаружи, если бы я смотрел за моей системой, я вижу, что у меня есть устойчивая особая точка. Устойчивая особая точка. Потом в какой-то момент я замечаю, что у меня на самом деле неустойчивая особая точка, а есть маленький предельный цикл. То есть я вижу, что у меня возникает какое-то маленькое колебание с маленькой-маленькой амплитудой. Но потом в течение времени эта амплитуда увеличивается, и я вижу, что действительно у нас устойчивость утеряна. Устойчивость у положения равновесия, которая в нуле. Вот здесь ситуация другая. А именно здесь примерно такая ситуация, что вот у нас была какая-то особая точка. Значит, она была… Допустим, у меня изначально вот этот вот цикл, он был очень большим. И дальше… Значит, если я стартовал откуда-нибудь, допустим, вот отсюда, да, у меня… Значит, я стремился к этой особой точке. Но дальше, когда я менял значение параметра, значение параметра ε, в какой-то момент у меня вот эта точка, с которой я стартовал, выскакивала за… Значит, у меня этот цикл, он как бы проходил через эту особую точку, и у меня динамика менялась на прямо противоположную. А именно вместо того, чтобы приближаться к этой особой точке, у меня траектория начинает убегать от этой особой точки. Значит, тут есть два названия у этих двух разных сценариев потери устойчивости. Значит, один сценарий называется… Вот верхний сценарий называется… В терминологии Арнольда называется «мягкая потеря устойчивости». А нижний сценарий называется «жесткая потеря устойчивости». Вот. И еще это называется субкритической и суперкритической бифуркацией неравного Хопфа. Я только никогда не могу запомнить, какая из них какая. Вот. Такие термин тоже можно встретить. Вот. На самом деле, это все… С одной стороны, это все какая-то очень простенькая модель, но конкретно вот такие вот эффекты реально существуют. То есть, если вы откроете какую-нибудь… Ну, есть, например, такая область исследования, которая называется «mathematical neuroscience». Это математическое моделирование поведения нейронов. Вот. У нейронов есть разный режим поведения, у живых нейронов, которые в человеческом мозге есть. У них есть разный режим поведения. Например, есть режим поведения, когда нейрон время от времени выплескивает вот такие вот, как они называются, спайки. То есть, он спокойно-спокойно, потом ба-бах, дает электрический разряд. Потом спокойно-спокойно, потом ба-бах, дает электрический разряд. Это вот один возможный режим. А другой возможный режим – это когда он регулярно делает какие-то вот такие вот колебания. Называется bursting. Вот. И переключения между разными режимами нейронов описываются, ну, по крайней мере, с текущими моделями, могут описываться вот какого-то такого типа бифуркации. Вот. Хотя бывают и гораздо более сложные бифуркации, чем то, что я нарисовал. Вот. Но оказывается, на самом деле, что, опять же, в типичном случае, если у вас система с двумя параметрами, то в типичном случае никаких бифуркаций, если у вас, как бы, если у вас есть две фазовые переменные и один параметр, то в типичном случае вы не получите никаких бифуркаций, кроме вот этой бифуркации ХОПФа или вот этой седлоузловой бифуркации, которую мы обсуждали здесь. Вот. Ничего другого на плоскости в типичном случае не происходит. Если добавлять больше параметров, если у вас ни одна ручка, которую вы можете подкручивать, не один эпсилон, а несколько, то там могут возникать гораздо более сложные явления. Но это отдельная история. Вряд ли мы сейчас в эту сторону пойдем. Ну, просто я хотел показать некоторые новые явления, в частности, явления, связанные с появлением предельных циклов. Да, надо сказать, что в случае на плоскости в некотором смысле ничего более сложного, чем если мы задумываемся о том, каким может быть предельное поведение траекторий. Вот. У нас есть какая-то система, задаваемая дифференциальным уравнением. И мы спрашиваем, взяли какое-то решение и спрашиваем, а что будет с этим решением, если мы будем ждать достаточно долго. Вот. Если мы говорим про дифференциальное уравнение в размерности 2, то почти наверняка можно сказать, что произойдет одно из двух. Если эта траектория не уйдет куда-то на бесконечность, то с ней произойдет одно из двух. Либо она будет притягиваться к особой точке, то есть к положению равновесия, либо она выйдет на периодическое движение, то есть притянется к предельному циклу. И это вот такие вот, в некотором смысле, устойчивые ситуации. Оказывается, что если у вас параметров, если у вас не параметров, а фазовых переменных больше, чем 2, если вы рассматриваете уравнение не на плоскости, а в пространстве более высокой размерности, то там может происходить гораздо более сложная динамика, именно хаотическая динамика. И это в свое время произвело некоторую революцию не только в дифференциальных уравнениях, но и в разных других смежных науках. Это открытие явления динамического хаоса. Значит, я попробую за оставшиеся у нас, у нас, по-моему, осталось примерно 2 лекции, я попробую вам чуть-чуть рассказать про динамический хаос. Но, по крайней мере, на плоскости такого не бывает. Вот. Значит, есть ли еще какие-нибудь вопросы по всю эту историю? Спасибо большое. До свидания. Хорошо. Ну, все тогда на сегодня. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok